Ввиду ряда обстоятельств, пока какие-то свои осмысления особенно длинные, особенно такие, ну, содержательные, как сказать, развернутые, пока не могу делать, к сожалению. Но пока вот предоставляю материалы, которые, в общем-то, пригодятся для лучшего понимания как моих предыдущих осмыслений, на основании чего я делаю какие-то заключения в некоторых случаях, на что я ссылаюсь и так дальше. Ведь такие вопросы не разу возникали. И как бы не были бы эти выпросятели вот такими, какими они есть, они бы и сами как бы или смиренно бы спрашивали, что им там непонятно, или, в общем-то, сами поискали бы. Но они писали разную фигню, поэтому им, в общем-то, я не отвечал. Ну, или отвечал так, что, в общем-то, от этого они умнее точно не станут. В любом случае, данные материалы также пригодятся как для лучшего понимания предыдущих материалов, так и для лучшего понимания последующих материалов. У людей сейчас в мозгах каша, причем каша не свежая, каша перегнившая, при том, что каша какая-то еще гомеушная, и вообще, может быть, то не каша, а испорожнение какого-то бешеного енота, которого оснашал перед этим Терешин, и еще Путин, и еще кто-нибудь. Вот недавно пишет какое-то создание, что типа, какие цари Ария, о чем ты вообще говоришь? Арии – это земледельцы, а поскольку земледелие – это вещь недавняя, то, в общем-то, и Арии – вещь недавняя, и у них царей как бы не может быть. Ну, как бы, ну, в такой последовательности, типа в ее мозгах, наверное, вот это все вяжется между собой. Другое дело, что, ну, во-первых, и земледелью на земле, там уже, в общем-то, ну, земледелью нынешнего типа около 7 тысяч лет. В разных его вариациях, в разных его, так сказать, развитиях, деградациях и всем таком. В разных его мутациях, можно сказать. То есть, как бы как земледелие недавнее. Ну, хотя да, если это какая-то зомбя, которая начиталась или наслушалась плоскоземельщиков, у которых и земля плоская, и вообще 200 лет назад была ядерная война, что до нее неизвестно, поскольку Владимир Ленин, он же Владимир Креститель, он же Гоша, он же Чингаджук, в общем-то, то тут как бы мне нечего сказать. Он еще и Украину придумал по их, в общем-то, теории. И, наверное, и земледелие тогда же придумал. «Когда крестил Русь, то есть сделал Русь крестьянами». В общем-то, вот, можете даже по этой краткой, моей насмешливому изложению того бреда, в который верят некоторые дебилята, ну, какие-то дебилята могут это все схватить и на основании этого написать свою какую-то псевдоисторию. Не дай бог. В общем-то, ну, вот, у людей такое в мозгах, что я могу сделать? Вот той штуке объяснять, что, как бы, ну, что ей не о чем объяснять, что ввиду того, что у нее Арии – это земледельцы. Ну, все, как бы. Ну, все, что тут еще добавить? Хотя, если разбираться исторически, то далеко не всегда Арии были земледельцами, и целые народы огромные вообще вели больше кочевой образ жизни. И что? Как бы ничего. И при этом они сохраняли арийский язык, в общем-то, арийские верования. Приходили, завоевывали Индию, сталкиваясь с предыдущими волнами своих же родичей и повторно усваивая земледелие, но уже, как бы, ввиду того, что свое они не перенесли, то они повторно усваивали у местных. Вот такое вот распространение, повторное переизобретение. Вот, в общем-то, это одна из причин, почему наша человеческая цивилизация, особенно в Кали-Югу, топчется на месте. Вместо того, чтобы покорять, в общем-то, звезды и восстанавливать величие человечества, то люди лишь деградируют. Подобно упоминаемому Терешину, в общем-то, вот такие вот люди есть. Те, кто добираются до власти и часто являются такими, как Путин, что, в общем-то, также является синонимом низости, подлости, гнилостности и всех видов нечистот. Поэтому, в общем-то, часто какие-то изобретения, какие-то позитивные нюансы теряются, потом вновь, спустя столетия, то и тысячелетия изобретаются и так дальше. В общем-то, как бы, исследуя древние источники, можно видеть, что мир очень не нов. И, как бы, ну да, типа, империю Русь основал Рюрик. Ну, до этого там всякие прототипы Руси существовали в таком количестве, что дофига с половиной. Ну, это как, в общем-то, Рим, как империю, получается, основали Цезарь с Октавианом Августом. Ну, как бы, Цезарь начал процесс узурпации, а Октавиан Август, в общем-то, довершил эту тенденцию. Но Рим до этого существовал там по разным подсчетам лет 500 в той или иной своей вариации. Поэтому, как бы, 500-700 там тоже. Как считать и что считать его началом? Поэтому тоже это такие вопросы. Мир очень не нов. Но примитивным умам хочется, чтобы все было максимально просто. И это часто выгодно, допустим, российской пропаганде, которая радуется с того, что там 200 лет назад Ирефия контролировала, допустим, и Аляску, и еще что-нибудь. И то, насколько оно ее контролировало, тут еще вопрос. Потому что они, типа, по берегу прошлись, там свой флаг воткнули непонятно кому куда. И, в общем-то, такие, о, мы молодцы. А попробовали бы они, как, в общем-то, американцы, реально отбить эти земли у местного населения? Или войти с этим местным населением, что было бы достойнее в какой-то симбиоз по-настоящему, а не так криво-косо, как это у них выходило? То тут еще неизвестно, кто кого бы победил в результате. Ну, так или иначе, вот они там вспоминают Аляску, Польшу. Вспоминают, что когда-то там до Франции дошли. Вот этим они гордятся. Им хотелось бы обнулить историю, забыть о том, что Московия долгие столетия была улусом Золотой Орды. И, в общем-то, в этом скудоумие и тупоумие людей, которым тоже хочется видеть только нечто простое, примитивное, и ввиду своей недалекости им также не хочется что-то слишком далекое в тысячелетие, куда-то туда уходящее. Им вот это все не надо. Им дать простой ответ уже сейчас за две минуты. Как сейчас популярны вот эти всякие тиктоки там на пару секунд. Вот такое у людей нынешних мышление. Калейдоскопическое, тупое, и вообще не уверен, что можно это считать мышлением, но вот что-то такое, к сожалению. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...